Так, я решил сделать игру обзор на Ninja Plate. Почему на неё? Потому что я на неё... Так, звук надо... Итак, почему на неё? Потому что я на неё не видел обзоров, да? И я считаю, это хорошая игра, которую обосрали незаслуженно, да? То есть эти обзорщики, эти как бы профессиональные, они что-то охуели, блядь. Они обсирают всё, блядь, пидорасы, блядь, где деньги не платят. А обосрали-то за что, собственно? За, как бы, блядь, плагиат, нахуй, не знаю, за короткое прохождение, там, за это... За какой-то попсовость. Во-первых, игра это, как бы, клон Ninja Gaiden, Натай и Го-Го-Го-Фар, да? И сделано всё лучшее оттуда взято, плюс добавили ещё замедление, там, Макс Пэйновское зрение, там... Терминаторское, и вообще пиздец. И получилось, во-первых, графа в разы лучше, да, чем в Ninja Gaiden, пусть в втором этаже, да? И в новый движок совершенно какой-то особый, заставки прекрасно сделаны. О, можете сами посмотреть. И а звук-то есть-то, нахуй? Так. А, есть, да. Вот, и так, то чё, заставка есть-то-то? Я эту игру прошёл, и прошёл на одном дыхании, да? И вот, значит, и сюжет охуенный, всё сделано идеально, блядь, вообще просто пиздец. А поспиё почему-то обосрали. И играть одно удовольствие, тут враги такие, боссы огромные, такие они... И, как бы, можно, я бы сказал, что нигде ранее не видены, но видены, например, последний босс Spishen, да, из God of War, да? И, там, первый босс, там, Colossus, да? Она даже на русском языке. И вот его выкидывают, да, QuickTime эти взяли. Это модно было вообще в то время делать QuickTime'ы. Игра не новая, да? Видите? Даже вот эти QuickTime'ы, они прекрасно, они не напрягают совершенно. Если тебя убивают, так сначала QuickTime'а просто отматываешься, да? И ничего это... И уровни просто охуенно. Уровни состоят все практически из боссов, да? То есть убиваешь несколько врагов, да? И хуячишь, что боссы появляются, а боссы охуенные, я вам привет скажу. Там, эти, эти, и с каждым все больше и больше, они охуенные. И вообще пиздец, какие мутанты. То есть реальные мутанты, страшные, вирус, инфекция, да? Спиздили, как бы, идею тоже. Даже из этого прототипа, да? Тоже инфекция какая-то, они все мутируют. И враги реальные, там, понятно, типа, не просто такие демоны непонятные, как там Ninja Gaiden, а, блядь. И оружие, то есть, как God of War, да, взяли. Ну, и нельзя гадине тоже. Можно переключать их прям сразу, и каждое оружие по-своему хорошо, да? То есть надо использовать, проходить игру, использовать разное. Одно режет быстрее, второе, там, два мяча, там, третье как куваллы. И вы посмотрите, какая охуенная графика. И миссия, блядь, что только одна миссия стоит, да? То есть в самолете, да, представьте, летаешь, и он постепенно разрушается. Ты этот самолет хуячишь, да, изнутри, да, всех там. Сука. Смотрите, дизайн какой, какие персонажи, блядь. Как сюжет на предательство, там, и все, блядь, нахуй. Умопрочительный, блядь, сюжет, блядь, стильный Metal Gear, блядь. Вообще, жуткая хрень, блядь, такая охуенная штука, блядь. Босс в конце битва, охуенная, блядь. И они взяли и обосрали. Это геймплей охуенный, все, блядь. Не играть, а играть только, сука, вот. Я вот поэтому говорил, если вы читали обзор, вы бы, наверное, не стали в эту игру играть. Но я говорю, играйте в нее обязательно. Это охуенная игра. И враги, блядь, интересные, блядь. Дизайн, главный дизайн, блядь, концепт-арт, блядь, как они все придумали. И высокое произведение искусства, это, блядь, нахуй. И какое-нибудь говно там, даже не знаю, с чем сравнить, совковое. Сука, блядь, это люди реально в теме, кто не один десяток лет делают игры. Сделали и нарисовать такое могут. Сука. Игра и сложность охуенная, да? Игра, она не как бы и нелегкая, и не сложная, да? То есть, берет своим геймплеем, своим адреналином, нахуй. Пиздец, вот эти квиктаймы, сжать кнопки быстро надо. Блядь. Так, видите, виш, виш, да, синоби взяли, спиздили идею. Я потом по эргуту синоби вам расскажу. Оно мне записано уже. Имея синоби на PS2. Там скорость взята, скорость. То есть, сместили его, не зягательно, синоби, блядь. Вообще, дайте встать. Сука. Блядь. Я сейчас все в реальном времени говорю, просто отвлекаюсь. Видите, какие спецэффекты, как они исчезают, все. Пиздец. Видите, типа... Во, блядь. Сука. Очень круто. А потом там зрение, вот, блядь, и боссы, блядь, я не могу. Боссы охуенно крутые, блядь. Первые же боссы, среди мы версии играли, ПУ, которым надо отсекать конечности, которые потом вырастают, блядь, и их снова отсекать. Пиздец, очень сложные боссы, блядь. Сложно играть, а враги самые легкие вообще, как ниху дел. Еще раз повторюсь, одни боссы, это круто, когда одни боссы. Вау, как бы это все из Годовар взяло, да? Все фишки, блядь, так же как Сингулярити взяла из всех шутеров, да? Все фишки, так и это взяла из таких Низегайденов. Ой, блядь, сука, а? Промах. О, видите? Видите? Другой в игре заново, да, надо было пиздить? А тут ничего у тебя не отбирается, блядь? И заново просто одно удовольствие. Куктейм реально вот смотришь, наслаждаешься, а не думаешь, ой, блядь, тебя убьют на фобле. Игра вышла уже не так недавно уже, да? Не помню, когда, ну, года два, наверное. И пиздец, и какая графика-то все-таки. Сука. Играть, естественно, на геймкападе надо-то, я не вспомню. Выходило, ну, кроме как на компе где-нибудь еще. То есть на Иксбоксе и Плейстейшене. А, или это эксклюзив даже Иксбокс-60, а хуй знает. Блядь, видите все, какой масштаб, все, блядь. Потом там вообще, там летаешь уже. О, там летаешь, уровень, летаешь, блядь, на такой, сука, из аватара спичденного, такой хуйне, да? Летающая хрень такая. Правда, тогда аватар еще не вышел, да? Не знаю, вот, видите? Ну, это, правда, не из аватара, это есть реальный прототип такой хуйни. Самолет, он уже используется. Этот самолет, он побил рекорды по катастрофам во время испытаний, там, похуя, народы на нем разбились, там. А на временах, как самолеты и вертолеты, блядь. Пиздец, это какая круть, нахуй, блядь. Просто пиздец, какая игра охуенная, а? Сука, она даже, блядь, Ниндзигадин, тот он так же вот. Знаете, Ниндзигадин охуенно прошел несколько разный эксперт уровней, первый, второй потом начал играть. Но когда он вышел через несколько лет, намного это позже было, да? Так. Все это, блядь, Принц Перси, нахуй, видите? Тоже по стенкам бегает. Принц Перси впервые появился, а тут уже взяли Мироснэджи. Других игрок. Только я забыл, вот, Ниндзигадин, я, прикинь, я начал его играть, да, зашел там, там прошел мне три уровня, заебался этих боссов, бить, потом через полгода вернулся, опять прошел, и нормального случая, да, дошел до последнего босса, и вот там конкретно заебало, блядь, столько игру эту мучился, и тут еще босс, который, где, двумя ударами убивает лаза, заебался ты. Вот последний, реально, говорю, босс, последний босс последнего уровня, блядь, когда он мутировал еще, блядь, мне вот реально это заебало, я его так и не прошел, Ниндзигадин 2, блядь, потому что, сука, нельзя над народом так издеваться, да, тут нормально все, блядь, сволочь, блядь, все, все нюансы убрали, блядь, и тут и блоки есть, и вся система находит, блядь, она не такая скучная, как God of War, да, пиздец, даже такая хуйня там начинается дальше просто, вау, блядь, видите, как время отматывается, Принц Перси опять же, да, это ничего не стоит тебе, блядь, ведь с других выигр с данного полуровня бы проходил, пиздец, это по обычным, это даже не босс, это просто обычный враг, и во всех играх принято сначала, ты встречаешь врагов как боссов, да, а потом они уже просто как враги обычные, пиздец, такая, блядь, черно, чернуха, блядь, этот город заражается прям как один в один в этом самом, по, блядь, этому, блядь, как его, в прототипе, блядь, да, выйти, блядь, блядь, а куда пропало-то, нахуй, вот, э, она че, не пишется, что ли, блядь, че она не пишет, это то, обхуй, это еще не пишется, что ли, пусть они используют меня, все это все,